Политический аналитик Ален Гивандян опубликовал на своей странице в Facebook запись под названием «Без грамма злорадства, цинизма и сарказма». 20 июня мы вам говорили, что страна в катастрофической ситуации и нужно избавиться от действующих властей. Вы этого не поняли, выбрав лозунг «будущее есть». В действительности, избрав его, вы выбрали смертный приговор для вас и ваших детей. Отметил он. По словам Гивандяна, это особенно заметно в семьях, в которых есть служащих солдат в приграничных областях и селах. Не расстраивайтесь из-за потери позиций, которые будете постоянно сдавать. Не расстраивайтесь из-за постоянных смертей, о которых будете слышать и сталкиваться. «Это та цена, которую вы, а также многие люди, в том числе я, платим за ваш выбор. Это кем же нужно быть, чтобы независимо от какого-либо обоснования пойти и проголосовать на выборах в органы местного самоуправления за гражданский договор». Подчеркнул политический аналитик. Если вам кажется, что этот кошмар закончится, то хочу сказать, что нет, он не закончится. Даже если вы сбежите в Россию, над вами там будут издеваться и унижать, потому что справедливо считают, что вы – никто. Так как снова избрали погубившего страну. Вы выбрали будущее и получили колонны гробов. Для многих из вас смерть этих молодых парней, которые еще не почувствовали вкус жизни, уже стала обычным явлением. Спешите с одной панихиды на другую. Вы видите смерти уже каждый день. Местом констатации этого стал Фейсбук. В результате будущее действительно есть, но лишь в одном вопросе. И это вопрос, как превратить Армению в кладбище, против чего вы, кажется, вовсе не возражаете. Поэтому сейчас несете ответственность за ваш выбор потери. И мы вместе с вами, добавил Алэн Гивандзян. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.